Я у вас здесь со своей рабочей поездкой. Как правило, летом удобная пора для того, чтобы посетить вас в многих ваших земляков в разных уголках нашей огромной полной. Лето ответственный период, летом для селян, вы знаете, как говорят, один и один год, два зимних дня. И один летний день, два зимних дня кормят. Летом у нас, соответственно, пора заготовки кормов. Мы беспокоимся о том, какой урожай вырастили, собираем урожай, готовимся к зимовке. Поэтому, ну и еще одно, конечно же, к сожалению, вынужден признать, наверное, и сегодня мы об этом тоже поговорим с вами. Дороги у нас, особенно сельские, оставляют желать лучшего, поэтому зимой в долго не наездишься. А вот это, в этом очень удобно. И на сегодняшний день, ну, я уже в течение нескольких лет практикую свои поездки по Калмыкии. На сегодняшний день, может быть, не во всех, но в большинстве населенных пунктов республики я побывал за все вот эти три с половиной года. Хочу сразу сказать, что, конечно же, вот такой метод общения с вами, с жителями республики, для меня является основным и главным. Почему? Потому что только вот здесь можно что-то новое услышать для себя услышать или подкорректировать то, что делаю. Иногда слышу и критичнее. В принципе, все это нормально, ничего страшного в этом нет, иногда даже жесткое. Но за эти годы я привык. Привык. И сегодня я вот здесь у вас. Если давайте начнем нашу работу следующим образом, я немножко расскажу в общих чертах о том, что мы делаем сегодня, что нам удалось сделать к сегодняшнему дню. Поговорим о будущем, о дальнем, о ближнем. Ну и, конечно же, поговорим о проблемах и вопросах, стоящих в Сарпинском районе, ну и, безусловно, здесь, в Варшаве-Земине. Ну, если начать с общего, с краткого, вы, конечно же, знаете о том, что несколько лет тому назад мы взяли курс на то, что для нас главным, основополагающим элементом экономики должно являться сельское хозяйство. Труженик села – это основа основ, это соль земли колбасской. И мы это объявили официально. И, как мне кажется, на сегодняшний день, судить, конечно, вам, судить народу, как мне кажется, на сегодняшний день мы достаточно эффективно работаем в этом направлении, чтобы возродить статус сельского хозяйства, если уж конкретно, животноводства. Возродить, к сожалению, вот это слово, не подберешь нашу мясоперерабатывающую отрасль. И многие-многие другие аспекты нашего сельского хозяйства, в том числе и промышленное кормопроизводство, орошаемое земледелие, лимонные земли. Это и строительство как микромовых заводов. Самое главное, конечно, это восстановление, возрождение наших мясокомбинатов. Сегодня не хочу сказать, что уж прямо чего-то конкретного резкого удалось добиться, но, тем не менее, первые шаги и очень уверенные на наш взгляд сделаны. Здесь у нас, в Арктийском районе, неподалеку Вуманцево, открылся первый инвестиционный проект в этом направлении. В Черноземельском районе, в Комсоморском, буквально на выход до конца месяца еще один. И по концу года в Кичинерах, под Кичинером и Вильером, мы ожидаем открытия нашего флага, запуска, эксплуатацию. В первую очередь, единство перерабатывающего комплекса. Это уже более серьезное предприятие. Мы ожидаем, что вот эти шаги дадут, конечно, самое главное – стимул. Стимул к возрождению животноводства.